Девочки, всем привет! Сегодня у нас будет собиралка. Единственное, что собиралка быстрая, но не потому что я спешу сегодня, а потому что сегодня будет жаркий день, и я бы хотела взять на работу дыню. Хочу её купить. Даже, может быть, две, потому что я пробегала вчера мимо Рэйва, а вчера вот как раз у меня не было времени. И... О, шикардосно! Вынула ограничители, и тут куча продукта оказалась. Я уже думала, всё, буду доставать новый, но нет, ещё можно немножечко попользоваться. Вот. Так что я хочу купить дыню обязательно. Я не знаю, и инжир. Сейчас сезон инжира, но инжир я... Единственное, что не буду покупать на работу. Что я, скорее всего, завтра с утра постараюсь всё-таки встать и не полениться пойти в магазин. Пойти в магазин и достать себе инжира. Но нужно раньше, потому что у нас довольно много турков. Ну, арабов, наверное, мне кажется, чуть меньше, но турков много. А они тоже очень любят инжир. Потому что в Турции так же, как в Грузии, климат похож местами. И, соответственно, у них очень хорошо растёт инжир. И здесь инжир, который у нас, он такой турецкий. Вот. Инжир я обожаю. Одно время в детстве это был мой любимый фрукт наравне с... Больше, чем бананы. Потом я любила бананы. Сейчас бананы я не ем из-за того, что они все генномодифицированы. Модифицированы. Это не когда, знаете, искусственно скрещивают. Это действительно бананы, в которых много гадости. Я стараюсь уменьшать её. Потому что мне не нравится, что я вижу. Что сейчас просто взрыв онкологии. Ну, это о многом говорится. Знаете, то есть раньше ты знал точно, что ты ешь там, я не знаю, всякие там чипсы, всякое такое говно, соусы, где много химии. И ты, ну, в принципе, мог ожидать от чего. А сейчас они начали добавлять и... Как делать? Разные там инъекции фруктов, чтобы они, типа, лучше росли и так далее. Ну, если раньше я как-то думала, окей, может быть, там ничего такого вредного для здоровья нет. А сейчас я не знаю. Я не знаю, смотрели вы видео, такие американцы показывают, что у них уже появились пластиковые продукты, пластиковые овощи, пластиковые фрукты, когда он... даже его поломать невозможно. Текстура у него неестественная. Представляете? Ужас какой. У нас пока такого, слава богу, нету. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что и не дойдёт. Вот. Короче, если я где-то что-то знаю, так же, как и чай, я теперь перестала в Лидле покупать. Мне подружка из Мюллера подарила. Там он нормальный. То есть есть из чего выбрать. Вы скажете, что это фигня. Ну, может быть, девочки. Но, как говорится, бережённого бог бережёт. Поэтому. Если я иногда позволяю себе съесть чипсы, то что-то другое я себе не позвала. Короче, у меня пока такой настрой. Так. И смотрите, я немножечко приобрела цвет. Просто вчера посидела чуть-чуть на солнце. Но на работе собрание было. Ой-ой-ой. Но слишком я, конечно, забронзировала. Но нужно пользоваться бронзером, потому что всё. Лето уходит. Ну, я, наверное, загружу, уже сентябрь будет. Но вроде как, если про погоду они не врут, то у нас сентябрь должен быть очень тёплый. У нас в прошлом году был а-ля бабье лето сентябрь. Такой прям весь летний. И вот в этом году я тоже очень надеюсь на это. Кстати, грустная новость. У нас опять начали носить маски на работе, коллеги мои. Короче, все уже признали, что они не работают так, как люди внушили. Но видите, настолько сильный страх смерти в людях, что им нужно что-то такое психологическое. Единственное, что признали все девочки. И эти Фаучи, и все эти, скажите, медицинские высшие инстанции. То есть это уже всё не секрет. Люди непробивные. И я понимаю, вот сегодня 31 градус будет, и завтра 32. Так, потом у нас жаркие последние летние денёчки тоже 28-29. И сентябрь у нас, в общем-то, тоже 27-25. Это замечательно. Я считаю, что вот 25, чуть-чуть с ветерком, это идеальная погода. 24-25-26. Обожаю такую погоду. Так, я опять начала болтать. А я через 10 минут хотела быть. Девочки, ну как не поболтать? Я просто, вчера я была вот реально на работе, я была в таком шоке. И я говорю людям, ну вы же в прошлой зимой носили, вы носили аж целых две маски, одна на другую, понимаете? То есть, одна пропускает очень плохо свежий воздух, а вы дышите углекислым газом, и другая ещё меньше, понимаете? Вы же помните, что вы всё равно, несмотря на эти маски, заболевали и болели. Нет, людям всё равно, людям всё равно, им главное, им, видимо, нравится быть позиция жертв. Вы знаете, говорит, что вот, у меня вот такие симптомы, и всё, человек такой жертва, он умирает, он хочет сочувствия, хочет любви, хочет, чтобы его оставили в покое, чтобы он сидел дома, получал деньги и не работал, да? За него кто-то ходил на работу и вкалывал. И нравится побояться. Вот в это во всё, ведь оно работает, и так легко манипулировать людьми. Ну, потому что люди этого, наверное, хотят очень сильно. А мне это заколебало. Меня это заколебало. Если бы можно было, наверное, уйти онлайн, хотя мне нравится моя работа, я бы не хотела её менять. Я устаю, очень сильно устаю. Девочки, не знаю, сколько я так на 100% ещё смогу. Бывают такие дни, ну, потому что, смотрите, 7 дней подряд работать. Или 8, или 10, или бывает 12, или 13. Ну, то есть, в общем-то, это нормально, что организм не захочет выдерживать. Это психологически уже. Может быть, на самом деле я устаю больше всего. Знаете, когда я устаю на 5-6 день, очень уставшая я. Потом как будто открывается второе дыхание, и организму всё равно. Но когда уже дорабатываешь там 10, 11, 12 день, ты работаешь уже как будто какие-то ресурсы, которые у тебя сохранены, энергией ты тратишь. А вот когда... И ты как бы понимаешь, что ты уставший, но силы есть. А вот когда ты уходишь потом на выходной, да, вот тогда ты лежишь пластом. Вот это самое ужасное, что ты ничего особо не можешь, не хочешь делать. И это больше даже психологическая фишка. Так, что я вожусь непродуктивно. Короче, девочки, ну, одно такое видео. Я больше не буду вам жаловаться на эту тему. Не на тему работы, не на тему того, что люди хотят бояться. Вот, всё, хватит. Это закрытая тема. Я просто разочарована немножечко. Столько всякой правдивой информации вышло, ну, то есть, ну, как разоблачение для тех, кто, ну, не хотел разочаровываться в новостях и во всём. Что я уже думала, что эту зиму мы перезимуем как-нибудь, ну, может быть, с кризисом, да, но спокойно по медицинской части. Я думала, что вот тут уже давление, вот этого вот всего не будет. Но видите, нет, всё-таки будет. Блин, девочки, а у меня... Вы подождите секундочку, у меня карандаши для бровей здесь... А, нет, есть, он здесь, он здесь. Единственное, что я его не поточила. Так, ну, да. Я, короче, под впечатлением от вчерашнего дня. Я вот такая сегодня. Сори. Но всё, я больше не буду. Знаете, вот жалеешь людей, да, сочувствуешь им. Как же так? А, видимо, есть такая фишка, ну, как программа у человека, ему нужно определённый опыт получить. Поэтому он всё равно, даже если ты ему всё разложишь, разжуёшь, пока он вот определённый опыт, который там ему не предназначен, наверху он не пройдёт, он будет делать всё, чтобы получить этот опыт. Я как бы головой все это понимаю, но так как у меня этого опыта нету в голове, иногда я думаю, ну, чему я должна научиться, раз я окружена, ну, такими коллегами, такими людьми. То есть мне чему-то нужно тоже научиться. Общению, может быть, большему пониманию, может быть, более такому, как сказать, пониманию и всё равно сочувствия, не испытывать разочарования, сердитости. Потому что, да, вот в эти моменты, когда люди чего-то не понимают, но оно явное, я немножечко как будто сержусь на них, но с другой стороны, ну, с какой стати на них сердиться, если всё это, да, в некотором роде это предопределено, судьба у людей. Если нужно будет потом страдать от онкологии, значит, это нужно, значит, какая-то должна быть, я не знаю, чистка должна быть для тела, чтобы, может быть, они духовно что-то поняли, что, может быть, что-то начали ценить в своей жизни. Может быть, просто каждый день, может быть, людей, которые у них есть в жизни, может быть, наоборот, чтобы они поняли, что их окружают не те люди, а они всё это жалеют окружение. То есть, всё это может о самом разном говорить. То есть, негативный опыт, он может принести очень позитивные плоды. Казалось бы, да, сейчас онкология, ну, не только среди тех, кто, знаете, прошёл кое-что, но и просто среди людей, даже которые питаются здоровой пищей, то есть, смотрят, чтобы там было всё био, меньше там мяса, или вообще никакого мяса. То есть, ну, даже у таких людей есть это. Это тоже значит, им нужен какой-то определённый опыт. Поэтому я должна успокоиться. Весь мир я не спасу. Если никто не спрашивает совета, не надо лезть с советами, с информацией не надо лезть. Просто есть люди, которым я очень симпатизирую, мне бы не хотелось, чтобы они болели, им было плохо. Головой понимаешь, а сердцем вот не хочется всё это. Ну, посмотрим. Так, который час? А то я опять наболтала. Блин, сейчас собираюсь уходить. Ну, ладно, у меня пять минуточек, девочки, я пошла. Я, конечно, хотела... Я сегодня долго просыпалась. Вчера я прям на работе. Я не 100% отработала, а 250%. И я, когда уже шла домой, я думаю, всё, я сейчас просто рухну. Но я хотела быть милой для коллег. Потому что, когда кто-то такое для меня делает, мне это тоже приятно на работе. Знаете, как-то иногда бывает завал, и понимаешь, что всё не очень классно, то очень ценишь, когда люди стараются облегчить тебе жизнь. И я вчера то же самое хотела вечером сделать, чтобы сегодня было немного попроще на работе. Коллегам. Надеюсь, что это помогло. Но сегодня я не смогу так поработать. И поэтому я... Сон мне такой интересный, знаете, ещё приснился, мне приснилось. Короче, мне снится. Мне всегда снится что-то наполовину похожее на Воронеж и наполовину похожее на мою деревню в Грузии. в Грузии. Вот такое место какое-то, фантазийное немножечко. И в то же время очень реально. То есть там можно рассматривать все детали. То есть, знаете, когда сон смазанный, это одно, а когда он совершенно реалистичный, как будто... Вот если не проснуться, то ты можешь просто как будто ты живёшь в таком же мире, как этот. Мне часто такие снятся сны, и я их запоминаю потом надолго, но очень долго запоминаю. И в этом с ним мне снится город такой. И там едет, значит, я на остановке, жду как будто трамвая, и он подъезжает. А трамвай такой, знаете, как в 90-х ездили эти трамваи, такие квадратные немножечко. И он останавливается, и там, где водитель, ну, значит, перед трамвая, и там к трамваю приклеено как будто сидение. Одно. Единственное сидение. Я водителя спрашиваю, нельзя ли сесть мне на это сидение. Я думаю во сне, что мне сейчас откажут. А он говорит, нет-нет, садись, всё нормально. Я, значит, сажусь такая счастливая, знаете, как в детстве. И думаю, вот, только, конечно, на свой страх и риск такой разрешает, потому что тут же никакой страховки нету, если со мной что-то случится, то то есть страховки нет. Юридической. Но я поехала, он ехал не очень быстро, но мне так было классно во сне. Такое ощущение свободы, детства. И потом, когда он остановился, девочки, батарейка сдохла. Хотя я её и заряжала, и заряжала долго, но, видимо, некоторые аккумуляторы, у них есть срок годности, и всё. Надо просто отложить и пометить себе, что оно дурацкое как-то. Надо что-то написать. Возьму вот это. А тут у меня есть красный. Сделаю квадратик. Вот так, чтобы помнить, что он дурацкий. И не брать его больше в использовании. Хотя аккумуляторы, вот не знаю, наверное, к батарейкам в ДМ надо сдавать их. Так, всё, на самом деле мне выходить, но я ещё не сделала. Про сон, девочки, такой. Я потом, когда был круг, я слезла с него и проснулась. Ну, классный был сон. Мне очень понравилось. Я очень люблю, когда мне снятся такие, знаете, реалистичные сны с какими-то... Там ничего такого страшного не происходит, но какое-то лёгкое приключение. Очень люблю. И когда я что-то новое как будто узнаю во сне, очень нравится. так. Что мне может взять опять из этой палетки? Последние жаркие денёчки и сделать ярко-зелёный. Нет, завтра будет ярко-зелёный. Я продумаю, что я одену. А сегодня, наверное, возьму синий. Вчера фиолетовый зашёл просто нура. Просто нура на работе. сегодня будет синий. Красивый такой красивый оттенок. Трэнди Токио девочки Бич Косметикс. Но такой синий, синий-глубой, он очень распространён. То есть, если вдруг у вас тоже будет настроение сделать синий-глубой макияж, вообще не проблема сейчас найти вот такого типа оттенок. он часто встречается как в палетках, так и однушки можно найти. Я обожаю этот цвет, вообще везде обожаю. Когда я его вижу, мне хочется его сразу иметь, носить, покупать палетки с этим оттенком. Мне кажется, я уже рассказывала, что... Какая красотенька! Вот внутренний уголок нужно только аккуратненько сделать, потому что иначе синяки сразу появляются. Нужно поярче сделать, знаете, какой коричневый оттенок. И я, наверное, лайф из-за тракта убрала, но ладно. Возьму тогда вот эту, и здесь тоже у нас есть коричневый. Вот его, наверное, возьму. Я обычно ещё беру чёрный, чтобы отделить, у меня тогда вид очень быстро уставший будет, а сегодня жара, но ещё может растечься, этого мне не хочется. Так, нужно больше коричневого нанести здесь. Затру, конечно, зелёный, но это необходимо. Зелёный у меня был такой приглушён, зелёный, девочки. из-за того, что я немножечко спешу, я подопадываю. Так, и внутренний уголочек я думаю, что сделаю, знаете, какой розовенький хайлайтер просто нанесу. И так, не то вам показываю, где он, вот он, Харли Квинн, потому что у меня, в общем-то, сейчас только Харли Квинн. Вот какой бы парфюм нанести, блин, девочки, я вам хотела рассказать про парфюм. Ну, видите, да, тянуло немножечко. Он, как бы, не будет приглушать этот клубой, но при этом он будет гармонично смотреться. И нужно обязательно очень ярко накрасить ресницы. Так, пойду с распущенным голосом, потому что у меня рубашка белая, очень-очень тоненькая, и я вообще записываю, и я разговариваю сама с собой, не, вроде записываю, да. Рубашка тоненькая, я купила ее в целом, купила, срезила в первый раз первый раз в отпуск в июне, не в отпуск, это был отпуск или нет? Нет, это был не отпуск, я как раз по делам ездила из-за паспорта. Приехала, я поняла, что я хочу вторую такую рубашку, что она такая классная, и она недорого стоила, 18 евро, по-моему, посмотрю сейчас онлайн, я бы купила себе две штуки таких, потому что это, во-первых, недорого и очень практично, она тоненькая такая, и еле чувствуется на коже, единственное, что чуток полупрозрачная, но для этого это нормально, если там приличный бюстгалтер у вас, можно, конечно, майку пододевать, но я не из тех, кто пододевает под рубашки, майки, нет, я могу зимой только пододевать, да, зимой, да, но это из соображений тепла, а летом нет, нет, не про приличие, я лучше одену поскромнее бюстгалтер, мне кажется, само, само то, что бюстгалтер видно, это уже не очень скромно, но пофиг, нормально, так, девочки, все, сделаю помаду, помаду, как раз сегодня можно какую-нибудь яркую розовую, нет, красная, это слишком, нет, красная, нет, что я запрятала вселетнюю помаду, все, заканчивается лето, а они у меня там лежат, ну, я так и не дошла, и, видите, не разобрала помаду, сама виновата, возьму, 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 возьму тогда, от Essence, тоже яркая, ледняя, у меня просто ярче есть, девочки, все, такой макияж получился, я буду заканчивать видео, выхожу, к сожалению, не так, как хотелось бы, но ничего, оно того стоило, девочки, всем хорошего дня, и до следующего видео, всем пока-пока, 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 да, Emma.